Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня я буду адаптировать новых орхидей, потому что после пересылки, конечно же, у них большой стресс и цветущие орхидеи могут сбросить свои бутончики. Вот, собственно, что уже и происходит на моем новом растении. Вот она у меня получается меньше суток, но она от стресса начала сбрасывать свои бутончики. Поэтому сейчас я скорее-скорее хочу ее обработать своим волшебным средством, для того, чтобы она сохранила свои цветочки и продолжила наращивать бутоны. Потому что орхидея нереально красивая, мне хочется, чтобы она оставалась в таком вот пышно-цветущем состоянии и, естественно, приумножала эту красоту. У орхидеи прекрасно все с корневой системой, она просто обалденная, у нее все прекрасно с розеточкой. Вот такие красивые у нее листочки, да, нигде нет никаких повреждений, шеечка чистая. Поэтому то, что орхидея сбрасывает цветы, это 100% стресс. Я вам уже рассказывала, что орхидеи транспортируют при низких температурах, да, в специальных контейнерах, где температура от 15 до 18 градусов бывает и ниже. Вот, поэтому, когда их, собственно, вытаскивают из коробок и они попадают в более теплые условия, у них идет стресс, да, и они сбрасывают свои бутоны. То же самое происходит, когда нам в посылках отправляет продавец орхидеи и в посылке орхидея начинает сушить бутоны. И когда мы из посылки ее достаем, бывает такое, что цветочков не остается вообще за там 3-5 дней, которые идет орхидея в посылке. Или бывает такое, что приходит она в цветущем красивом состоянии, но уже когда мы ее вытащили, да, поставили ее на свое уже такое, можно сказать, место, она начинает сбрасывать бутоны и цветочки. Как я уже сказала, обращаем внимание на корни, на листья, если с корневой системой, с листочками все в порядке, то этого бояться не стоит, орхидея просто адаптируется. И нужно ей слегка помочь, чтобы она сохранила свое цветение. Точно так же, да, я буду обрабатывать орхидею малышку, и если это орхидея, обратите внимание, да, она, можно сказать, в такой классической для нас все-таки посадке, в таком виде мы можем орхидею купить в любом магазине, сорт, конечно, вы такой не приобретете в магазине в простом. Ну, а вот именно такой вид посадки, да, мы приобретаем в магазине в любом простом вот такой горшочек, да, и где наполнение кора, и там 100% есть еще торфстакан, это голландские, европейские орхидеи. Но есть еще орхидейки, довольно необычные, особенно для новичков, непривычно видеть орхидею в амхе, и не цветущую. Ну, а вот для нас уж и таких орхаманов, это эксклюзивные орхидейки, которые привозятся из Тайваня, из теплиц Тайваня, где они выращиваются в амхе, идет размерный ряд 1,7, 2,5, 3, 3,5, собственно, да, и они не цветущие, как правило. И для нас очень большой такой вот обычный сюрприз, если орхидея с цветоносом или с цветочком, мы всегда так радуемся, потому что сразу видно, какое будет цветение. Но в основном орхидейки приходят вот в таком вот виде, и мы этого не пугаемся, и орхидеи от этого дешевле не становятся, то, что они без цветоноса. Вот, и сегодня я ее тоже буду адаптировать, орхидейка пришла прекрасная, у нее хорошие листочки, хорошие корешочки, но я, конечно, люблю, чтобы все было в активной фазе роста. Здесь я не вижу активной фази роста, да, просто хорошие корни, хорошие листья, но не растет молодой листик, и корни, да, тоже, получается, закукленные. Будем все раскукливать, расшевеливать, чтобы все росло и, конечно же, зацвело. Расскажу вам, да, как я это обычно делаю с новыми растениями. Точно так же вместе с этими красотками сегодня я буду обрабатывать свежепересаженные орхидейки, потому что пересадка это тоже стресс для орхидеи, и точно так же стресс от пересадки, да, и чтобы орхидея быстрее адаптировалась к новой посадке, можно снять точно таким же способом. У меня сегодня будет поливаться моя белая жемчужинка, красотка, которую я недавно пересадила, она уже начала отсушивать свои цветы, и я решила, что пора ее пересаживать. У нее очень такая красивая, классическая для меня посадка двойной горшок в футильный полив, кора, мох, немного керамзита. Вот, прекрасная орхидейка, сегодня так же буду ее обрабатывать. Также буду обрабатывать орхидею дикий персик, потому что он тоже в свежей новой посадочке, и малышки-орхидейки, которые я пересаживала в кубические горшки. Давайте скорее начнем, потому что я знаю, что эта тема актуальная, много кто, да, многие заказали себе цветущие орхидеи, так же орхидеи в подростке, и нужно знать, как их адаптировать к домашним условиям, чтобы они скорее-скорее зацвели и радовали нас новыми корешочками и листочками. Так что поделюсь сегодня с вами, своими наблюдениями, да, и препаратом, который помогает мне в этом вопросе. Так что сегодня я поделюсь с вами этим дешевым, но очень эффективным препаратом, который сохраняет орхидеи цветения и адаптирует, да, к новой посадке. Давайте уже скорее-скорее начнем. Я думаю, что орхидейкам это сейчас просто необходимо. Мне понадобится для обработки литр теплой воды, обязательно тепленькой водички. Мне очень нравится, что здесь как раз сразу вам видно, да, сколько здесь воды, и в принципе даже если я вдруг забуду озвучить, то по насечкам видно, сколько я добавляю водички. И я в воду буду добавлять сегодня один препарат, о котором в принципе знают все, но почему-то мало используют на орхидейках, хотя он дешевый и очень-очень эффективный. И этим препаратом можно и нужно пользоваться для орхидей. Это эпин экстра. Эпин, он заявлен как раз-таки для того, чтобы снижать стресс у растения, сохранять цветение, восстанавливать поврежденные растения. Это как раз-таки подходит очень хорошо после пересадки и как раз-таки для адаптации растений, которые к нам приходят в посылках или даже мы приносим из магазина, вот адаптировать, чтобы орхидеи не сбрасывали свои цветочки, а тем более не загнивали в новых условиях, потому что ситуации бывают разные. Орхидея может из-за того, что испытала стресс не только сбросить цветочки, бутончики, она может еще и начать гнить. Поэтому используйте эпин экстра для того, чтобы снять у растения стресс и собственно увидеть и полюбоваться ее пышным цветением и как можно дольше любоваться. Поэтому сейчас я беру ампулку эпина и в воду можно добавить от 4 до 8 капель этого препарата. Я всегда добавляю 4 капельки, можно конечно использовать чуть больше, использовать 6, но как правило всегда беру 4. Раз, два, сейчас, три, четыре, давайте пять добавим, все. Здесь у меня уже эпин заканчивается, нужно будет приобрести новый. Регулярно им пользуюсь, тем более у меня сейчас еще и рассада и также, как вы понимаете, на огороде эпином тоже можно и нужно пользоваться для того, чтобы растения были сильнее, крепче и больше было урожая. Собственно, размешиваю и начинаю по листу обрабатывать с помощью эпина. Почему по листу? Потому что эпин как раз таки тот препарат, который предназначен именно по листу. И я буду увлажнять и сверху, и снизу листовую пластину эпином до полного смачивания. В идеале это все делать, конечно же, в ванне. Вот, но для видео я, конечно, тут сейчас все себе забрызгаю, но ничего страшного, потом протру. Как правильно поливать вот такие вот малышки в амхе? Нельзя их замачивать. Ни в коем случае. Я знаю, что многие советуют и показывают, что после прям посылки берут, замачивают их в тазиках, в ведрах, и с них потом хлюпают, они их там отмачивают часами. И потом орхидеи загнивают, и они жалуются на продавцов, что они прислали им слабые растения. Но это все не так, немного не так все работает. Такие растения малышки нужно поливать минимально. Первый полив из посылки должен быть просто, знаете, таким вот опрыскиванием и немножечко пролив грунта. Вот буквально я вам сейчас покажу. Вот так вот опрыскали по листу с двух сторон и немножечко грунт. Вот так. Все. Все. Для первого полива это достаточно. Корни позеленеют. Если вдруг корни остались, да, прям такие серебряные, можно добавить еще немножко водички. Но, как правило, вот такого полива хватает, чтобы орхидея просто адаптировалась к новым условиям. Она сейчас еще с жадностью пить воду не будет, у нее стресс. Через три дня можно процедуру повторить просто уже с чистой водичкой, без эпина. Вот. И добавить немножечко больше, именно, да, как полив воды, чтобы, опять же, корни позеленели, если через три дня они стали серебряные. Но, как правило, хватает такой обработки дней на пять. И через пять дней я повторяю, да, просто водой опрыскиваю и проливаю грунт. И все, орхидеи быстро адаптируются и начинают наращивать корневую систему. Без всяких замачиваний и такого стресса. Я неоднократно рассказываю, что когда орхидея пересушенная, да, как правило, их нужно так отправлять, чтобы они были сухие. И за те дни, пока идут они в посылки, они очень сильно просыхают. И если сильно просушенная орхидея кинуть в омут с головой, да, кинуть в тазик с водой, то она гниет через несколько дней. Поэтому делать так не нужно. Так, ну, собственно, процедуру я проделываю у всех растений, но на цветы стараюсь не попадать. И на цветы, не на бутончики, именно по листу. Вот, собственно, вот таким вот образом стараюсь аккуратненько, да, увлажнить только листики. Немного также я могу пролить грунт, потому что у орхидеи корни состоят, да, тяж и беломен. Вот, и беломен отлично тоже реагирует на эпин. И я заметила, что можно немножечко делать такой пролив. Точно так же после пересадки орхидеи я не замачиваю. Сильно большой такой полив не нужен, потому что они также еще пока не адаптировались. У них стресс, и если их замочить, они могут загнить. Поэтому первый полив должен быть вот такой вот, минимальный. Опять же, кто боится опрыскивать растения, протирайте их с помощью салфетки или ватного диска. Ничего страшного в этом нет. У меня есть возможность сейчас включить вентилятор, и у меня дома тепло. Поэтому я не боюсь. И кто смотрит мой канал, знает, что я всегда опрыскиваю растения. Еще ни одна из-за этого не загнила. Вот, чтобы не сглазить, но вот я всегда так обрабатываю свои растишки. Кто боится, пожалуйста, протирайте просто листики. Ну вот, собственно, и вся обработка, которая поможет орхидеям быстрее адаптироваться и не сбросить свои цветы. Пользуйтесь моими советами, моими наблюдениями. И пусть ваши орхидейки цветут пышно, красиво и радуют вас. Всем пока-пока!